В горах Кавказа опытный стрелок-разведчик Алексей Бодров при выполнении очередного задания теряет своего напарника Арсена. В это время в одной из восточных стран от руки международного террориста Абуджалида погибает другой разведчик, старший группы лейтенанта Макарова. Это курильщик. Код 5.0. Задний двор. Кафе Аль-Салех. Абуджалид направляется на Кавказ для подготовки серии терактов. Ликвидировать его в горах под силу только майору Бодрову. Но Макаров единственный, кто знает Абуджалида в лицо после проведенной пластической операции. Старые фотографии не актуальны. Всех наших узнать его может только этот пацан. В итоге на задание отправляется группа из Бодрова, Макарова и Максима Прозорницына. Отношения Бодрова и Макарова складываются непросто. Бодров подозревает, что командование перестало доверять ему. Хочешь выполнить долг? Заткнись и слушай. Или твое задание присматривать за мной? Конфликт обостряется, когда Бодров приводит группу в лагерь боевиков Али. Ты с духом не работаешь. Может, тебя вообще верить нельзя? Заткнись и успокойся. Без этих людей нам здесь не выжить. Боевики должны помочь стрелкам добраться до цели. Но для этого они должны кое-что для них сделать. Мы избавим его от нескольких не очень приятных людей и заберем у них кое-кого. Я не буду этого делать. А кто тебя спрашивает? Сделаешь то, что скажет тебе старший? Или на базе пойдешь под трибунал? Макаров промахивается и заложник погибает. Помогать стрелкам боевики больше не будут. Продолжение следует... Продолжение следует... Бодров, тебе не в чем меня упрекнуть Это не было моим заданием Я даже не знаю, в кого стрелял Ты стрелял в убийцы и ублюдков, торгующих заложниками Али дал слово людям, что вернет его живым Так что можно сказать, ты убил заложника Крайнего нашел Отлично, молодец Все, готовь, Вазелин Бодров этого тебе никогда не простит Что это было? Сейчас выясним, за мной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кто-то из духов? Тогда кто? Кажется, я знаю, кто это. Уходим. Макс, в конце концов, ты мне можешь рассказать про этого снайпера? Он недавно у духов появился. Говорят, вроде не местный. Несколько месяцев учил язык и лазил по окрестностям. Работает только по очень важным целям. Напарника Бодрова он застрелил? Ну да. А как он на нас вышел? Не знаю. Но думаю, если бы мы высадились на вертолете, то он бы ждал нас на той точке. Ну и что теперь делать? Будем продолжать выполнять задания. Он здесь недавно. Мы местность знаем лучше. Постараемся уйти. А зачем он Казбека убил? Любит поиграться. Он меня тогда на мосту мог убить, однако оставил в живых. Помучить хотел. Только я в реку упал. Пошли. Пошли, я сказал. Лезь наверх. Зачем еще? Заночуем. На земле оставаться опасно? Поднимись метров на пять. Поднимись стриundy. ГОВООК ПОЖАНИЯ ГОВОРЯТ ГОВОРЯТ ПОЖАНИЯ ГОВОРЯТ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! А вот за что он тебя ненавидит? Разве ненавидит? Ну а как? Вторые сутки идём, а вы даже пары слов не перемолвались. Мы друг друга и так понимаем. Чё болтать-то попусту? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Скажи, а ты с Казбеком на каком языке разговаривал? Не на русском. Все-таки неприятный ты человек, Бодров. В одной связке идём, а ты? Могли бы по-человечески общаться. А ты в каком лагере подготовку прошёл? Ну вообще-то это закрытая информация. Ну а? Для кого? Для меня? Я полгода во всех лагерях. Инструктаж, тренинг проводил снайпером. Да ладно. Это как, Даш? А вот это уже закрытая информация. Так какой лагерь? Подлипковский. Да ты чё, это мой любимый. Коры, ты всё на месте? На месте? Куда же ему деться? Ну? Я сколько народу не встречал, все у корыта учились. Знатный снайпер. Лучше него подрывника не сыскать. Не, вообще места там, конечно, великолепнейшие. Я вот думаю, со службы уйду, куплю себе дом подлипках. Ага, там родни дорогие есть, я узнавал. В подлипках недорогие. Ты когда был там последний раз? Лет двадцать назад? Сейчас это крутейший район. Там дома в среднем по миллиону грина стоят. Оторвался ты от реальности. Одичал в своих горах. Вернёшься на гражданку, а там совсем другая жизнь. Семь. Чего семь? Семь лет назад я там был. Чего же в лагере не осталось? А не моё это. Там, знаешь, надо таблички, наряды, начальство с большими кахардами. А я в этом не разбираюсь. А в чём разбираешься? Как цели убирать? Я твое личное дело читал. У тебя 26 выполненных заданий. По идее, ты должен уже полковника получить. А ты научился только начальство перечить. Разве это карьера? Ты в принципе зачем служишь? Тебе 46 уже, а у тебя ни семьи, ни дома, ни перспектив. Давай вставай, лейтенант. А то пока будешь карьеру делать. Наш информатор с точки уйдёт. Рюкзаки и здесь оставляем. Рюкзаки Рюкзаки Илья Ильи Рюкзаки Продолжение следует... Это он? Уходить надо. А если он сдал нас? Займи позицию. Я скоро. Спасибо. Ну что дальше? Мы знаем место и время. Ну а если... Если это всё-таки засада? Зачем так изгаляться? Если что, нас бы хлопнули уже здесь. Слушай, Бодров, однако не даром от тебя все шарахаются, а? Хожу я за тобой по лесу 36 часов. И кого бы мы не повстречали, все погибли. Казбек, заложник, информатор. Бодров, это тётка с чёрной косой. Не твоя подруга случайно, а? Будешь много болтать. Твоей будет. А ты мне рот не затыкай. Ты кому-то нужен. Встреча будет завтра. На рассвете. Нам надо где-то скрепиться. Набраться сил. И выдвинуться засветло на позицию. Что, опять на деревьях, что ли? Не думаю, по-моему. За нами больше никого нет. Кажется, он отстал. Можно немного и расслабиться. Пошли. Макс. Выбери площадку. Там, где меньше подходов. Я прикрою. Угу. Кажется, он отстал. Я покараулю. Спи. Караул вряд ли поможет. Спи. КОНЕЦ 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 Макс! Живой? Живой вроде. Прикрой! Ах ты сволочь, Бодров! Ты же подставил меня! Ты меня как наживку использовал, да? А если бы она в меня первого выстрелила? С таким успехом она бы выстрелила и в Максима! Успокойся! Ты жив, она мертва! Еще вопросы есть, лейтенант? А пошел ты знаешь куда! Стреляй, Макаров! Это предатель! Мелают! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я, я, я ничего не понимаю. Ты можешь мне объяснить, что происходит? Почему он стрелял в нас? Это его девка. Видно, он её на цели и наводил. И на нас с Арсеном тоже. Я, я, я не понимаю, зачем? Зачем, зачем? За жёлтым дьяволом, тварь продажная. Так, надо вещи забрать с ночлега. Я прикрою, ты пойдёшь. И аккуратней. Гадёны стреляют, хорошо? Хорошо. Подожди, а что делать-то будем? Выполнять задание. Да как его выполнять-то? Макс предателем оказался. Ты меня подставил. С бандюками якшаешься. Как мне верить-то тебе? Из нас двоих целей вышел ты. Теперь у меня оснований верить тебе ещё меньше. Иди за мной. Или вали на все четыре стороны. Где-нибудь. Он тебя и подстрелит. Иди за мной. Черно поедет. Путарк, там в чести человечество. Горд of drozeit. Горд of dro Lords. Верт OFD. П Walmart. Горд of dro muitas оснований. Горд of droirli. Горд of droits. Горд of droits. Горд of droits. Продолжение следует... Расслабься, лейтенант. Надо выполнять задание. Так, целей будет две. Стреляем одновременно. К дому незаметно подойти можно только со стороны леса. Они это знают. Там все явно заминировано. И сидят стрелки. Поэтому пойдем в лобовую через поле. Готовься. У нас два часа. Готовься. 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 Держи, это Асламбек Кураев. Как выглядит Абу, ты знаешь. Твоя цель Абу, моя Кураев. Связи между нами не будет. Возможность второго выстрела, скорее всего, тоже. Каждый держит свою цель. Если успевает, то помогает другому. У нас будет секунд двадцать, не больше. Если из них кто-то уже приехал, то по обычаям один будет встречать другого. Выход из машины, приветствие, вход в дом. Вот и все, что у нас есть. И при этом вокруг них будет куча боевиков. Ты все понял? Выступающее дерево в километре отсюда, кверху. Начнешь движение от него. Я пойду с нижней части поля. Задача себя не обнаружить ни в коем случае. Стрелять будем метров с пятисот. Подожди, Бодров, ты в своем уме? Тогда нам надо выйти на открытое поле метров на пятьсот. А ты думал, как? Слушай, ну мы же уйти тогда не успеем. Нас же догонят за пару минут. У них же джипы. Даже если мы удачно отстреляемся. У тебя есть другой вариант. Стрелять с тысячи метров. Я думал, ты снайпер. А ты, оказывается, фокусник. Знаешь что, тогда я считаю, необходимо отменить операцию. Потому что это самоубийство. Если твоя жизнь тебе нахрен не нужна, то мне моя еще не надоела. Послушай, у меня есть спутниковая связь. Давай вызовем вертушку и разнесем этот дом к чертовой матери. Слушай, ты стратег. О том, что летят вертушки, боевики узнают за 15 минут до их подлета. В радиусе 30 километров. Натыканы их наблюдатели. Ты думаешь, нас просто так сюда послали? Если можно было бы их долбануть с дартушек, это уже давно бы сделали. И еще, придурок, посмотри внимательно. В доме есть гражданские. Посмотри, посмотри, там женщины и дети. Эх, ты тоже будешь разносить ко всем чертям. Короче так, лейтенант, или ты выполнишь мой приказ, или я застрелю тебя сам, не дожидаясь, когда это сделают Духи или Максим. Ну давай, ну давай, стреляй, чего же ты? Ну стреляй, чего же ты обнаружишь себя и конец всей операции? А я все равно уйду, потому что ты сорвал план, ты снюхался с духами, выполнял их заказ, меня подставил. Твои же люди стреляют тебе в спину, а ты отдаешь идиотские приказы. У меня самого достаточно оснований, чтобы застрелить тебя здесь. Короче так, герой. Дальше ты воюешь один. Понял? Черт! Кричи! 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 БОС! КОКОРАИНИЕТ! Эй! Таро, я! Тарам, чесчи-чизго! Ну что, очнулся? Ты меня слышишь? Аппарат. Виктор, слуховой аппарат. Ну как? Теперь слышно? Не могу понять. В Москве кончились люди, что инвалидов в лес посылают. Я теперь задам тебе несколько вопросов. Надеюсь получить точные и быстрые ответы. От этого зависит не только твоя жизнь, но и то количество боли, которое тебе придется перенести, если я тебе не поверю. Что случилось с заложником? Его застрелил охранявший боевик. Как застрелил? Как застрелил? Бодров, опытный воин. Как он мог это допустить? Я промахнулся. Боевик застрелил заложника. Бодров убил боевиков. А кто убил Казбека? Ты? Или может Максим? А может Леша? Снайперша. Какая снайперша? Она шла за нами. Прошлой ночью Бодров застрелил ее. Да. У нее была фотография Макса. По этой фотографии Бодров его и вычислил. Я знаю, где теперь Бодров. И что он должен делать. Но ты почему ушел? Можешь объяснить? Я не понимаю, ты почему ушел? Это не твое дело. А вот так со мной не надо говорить. Хотя можешь и не отвечать. Я видел позицию. Ты испугался стрелять, так? Я не стану отвечать. Из-за тебя убили заложника. Из-за тебя убили моего Казбека. Из-за тебя мое имя втоптали в грязь. А моя сестра потеряла своего единственного сына. Из-за тебя, человек, который хочет отомстить за смерть людей моего Тейпа, идет на верную смерть. Я не знаю, почему тебя не убил. И почему я должен оставить тебя в жилу. Молчишь. Жаль. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 В 87-м. В Афгане. Подорвался на фугасе. Лейтенантом был. Сам рапорт писал. Хотел защищать родину горячей точкой. Хотел нести людям добро. Хотел дать им лучшую жизнь, а не тот средневековый кошмар, в котором они живут по сей день. И мои дяди, мой сын, они погибли не зря. Нет. Они... Они защищали свою родину. Вот так, как могли. Не бросай своего напарника, Андрей. Эти твари несут на нашу землю кровь и смерть. И за них гибнут тысячи невинных людей. И остановить их святое дело. Особенно для того, кто дал присягу. Мы сейчас уйдем. Твое оружие там, в 500 метрах. Внизу по тропинке. Не оставляй его одного, Андрей. М? Стой на! Стой на! Стой на! Стой на! Стой на! Стой на! Жизнь! Жизнь! Стави! Сunterлек! Идем! Не приди! Иди! Иди! Спокойно! Устатамазину! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Его выкопаю, а тебя зарву его. Если у них много таких воинов, нам будет непросто победить Джамал. Когда умрет, пусть нормально похоронят. Нет проблем. Слава Богу. ГРОЗА ГРОЗА, ГРОЗА. Я ЕСАУЛ-2-12. Прошу связи. Слышите меня? Это ГРОЗА. Слышу вас хорошо, ЕСАУЛ-2-12. Определите мои координаты. Телефон оставляю включенным. Кураев ликвидирован. Абуджелид будет ликвидирован. Все. Вас понял, ЕСАУЛ-2-12. Ты еще жив, гнида. Готовься. Недолго осталось. Скоро мой напарник отправит тебя вслед за твоей бабой. Слышишь меня! Я кинул. Слышишь? А-а-а! 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 А-а-а!